Я не пытался готовить такой академический доклад в виде каких-то презентаций с графиками, с цифрами. Хочу просто остановиться на нескольких ключевых мыслей, возникших у меня в связи с заявленной темой. У нас до сих пор в медийном сообществе, в экспертном сообществе распространена точка зрения, что всё то, что произошло в прошлом году, то, что происходит сейчас, когда Россия не касается, это где-то далеко эти арабские страны, до нас это не дойдёт, мы вообще другие, мы более цивилизованные, у нас есть некие охранительные барьеры, которые не удастся разрушить. На самом деле это очень спорная позиция, поскольку и даже с точки зрения географии, если мы посмотрим на карту, то беря не только Сирию, которая достаточно близко расположена к границам бывшего Советского Союза, а ещё и Ирак, там же 2003 год, это, по сути дела, первый опыт проведения в арабском мире тех вооружённых, по сути дела, диверсий, по демонтажу существующих политических режимов, это тоже очень близко. И это достаточно близко к регионам, к субъектам Российской Федерации, где значительная часть населения исполняет к мусульманскому религию. Четыре страны, я назову Ливия, Египет, Сирия, Ирак, что их объединяет? В арабском мире есть разные страны, есть страны-аутсайдеры, есть страны, к которым можно отнести к регирующей группе. Вот все четыре разных страны были, в общем-то, политически успешны. Они были знаковыми величинами в арабском мире, знаковыми величинами своих регионов. Но что стало с ними? Что на сегодняшний день эти страны представляют? Они перестали быть таковыми при помощи всего того, что произошло. Что такое современный Ирак? Государство с богатейшей историей, с богатейшей культурой, столицей которой была столицей Аббасинского халифата. Кстати говоря, следующий удар направлен против Дамаска, столица халифата Абмиянов. Это страна, которая балансирует на грани распада. Захотят американцы еще раз нажать, хорошо нажать на болевые кнопки, на болевые точки, которые там уже они заранее создали, они мины уже эти заложили, это по взрывчатку. И страна может, на самом деле, как целостное образование прекратить свое существование. Мне кажется, что у Российской Федерации, и особенно у наших соседей по СНГ, есть над чем задуматься, анализируя все, что произошло. То, что я сегодня услышал, это правильные оценки, как это готовилось. Мы их тоже в институте проанализируем. Один из текстов таких коллективных докладов, которые мы собираемся опубликовать в журнале летом этого года, это как раз доклад о последствиях, даже не о причинах, а о последствиях для мировой политики, для нашей внешней политики, всего того, что произошло в арабской линии. Я вчера беседовал с куратурами по проекту, заместителем директора, после того, что работа кипит, и все будет даже сделано немножко раньше, чем запланировано в Салуму. Центральная Азия, собственно, тот регион, который вынесен названием в моей презентации, это регион очень значимый. Исторически, в Багарк-регион, конечно, так не назывался, но не суть в этом дела, потому что у нас начинал Средняя Азия и Казахстан. Это регион, который всегда отделял и одновременно соединял территории исторической России с территориями очень знаковыми, знаковыми центрами силы, знаковыми центрами развития на Азиатском континенте. И сейчас этот регион, если он не будет спокойным, не будет находиться, ну, не то что в сфере нашего влияния, если наше влияние там будет уменьшено до катастрофических величин, то можно поставить крест на вот всех этих группах БРИК там, на нашем сотрудничестве с Индией, потому что оно существенно осложнится, существенно осложнится и сотрудничество с Китаем. И американцы очень расчетливо, очень цинично наносят удар по этому региону, не только потому, что, надо признать, не только потому, что они целят в Москву, нет, они одновременно целят Пекин, они пытаются остановить и его возвышение, и экономическое, и политическое возвышение. Пекин, если вот кто-нибудь из вас раскошелился и купил первый номер журнала этого года, там опубликован другой доклад, где эксперты нашего института постарались показать, что Китай, он проникает на постсоветское пространство очень активно, они проникают не только в Центральную Азию, даже в Республику Закавказь, в Республику Прибалтики, очень активно осуществляется дыхание Китая. Вот разрушить вот эту новую какую-то целостность, разрушить те наметившиеся, достаточно сложные отношения, отношения все-таки партнерства между Российской Федерацией, Китаем, это тоже одна из целей Соединенных Штатов Америки. Как это достигается? К сожалению, последствия распада Советского Союза, они дают о себе знать и по сию пору. Не только вот эти целенаправленные краткосрочные программы по обучению волонтеров различных, но и вообще помощь Соединенных Штатов, она и в 90-е годы, и сейчас была направлена на создание слоя людей, которые не ориентируются на сотрудничество с Россией. Я в качестве примера приведу одну из самых бедных государств в Центральной Азии, их пять, это Киргизия, вообще с точки зрения государства, попадающие по тему несостоявшегося государства. Я так получил знаком с тремя из четырех постсоветских президентов, с ними встречался. Первый из них, Аскар Акаев, был самым умным из этих президентов, но именно он открыл тот самый ящик Пандоры в силу своего, может быть, недостаточного понимания, недостаточного умения как администратор, он все-таки выходит из академической среды, наверное, в силу каких-то объективных обстоятельств, потому что республика бедная, она не имеет тех природных богатств, которые имеют их соседи. И он допустил в сферу образования западных волонтеров, западный капитал, западный преподавательский состав. Когда бывают в Киргизии, то есть количество вузов, оно просто зашкаливает, оно совершенно несоразмерно потребности в республике соответствующих специалистов. Причем в вузах, ну это перекос свойственный нашей стране, но в Киргизии это просто гипертрофированно видно, готовят гуманитариев, готовят их по, поскольку республика повторяю, бедная, по западным лекалам, по западным учебным планам, по калькам западных учебников, очень часто по преподавательский состав, это западные какие-то профессора, либо люди, которые обучались на гранты западных учебных заведений. Люди, которые получают дипломы, выходят на рынок, они обнаруживают свою невостребованность. Вот в той реальной системе коммуникации, в системе народного хозяйственного комплекса, которая существует в Киргизии. И по сути дела, американцы создают эту социальную напряженность. На рынок вываливаются сотни тысяч людей, которые, с одной стороны, имеют большие социальные претензии, но поскольку у них высшее образование, они получили дипломы, они ждут какой-то карьеры, занятие более высокой должности, престижные работы, хорошо оплачиваемые. А ее не получают в республике. Это вот создает ту горючую среду, которая как раз в нужный момент и поджигается при помощи ОЗНГу, что кто-то там виноват. В этой ситуации давайте сменим этот строй. Сменили, свергли Акаева, пришел Курманбер Бакиев, след за ним там Роза Атунбаева. Почему республика идет? Резня, уже откровенная, до двухлетней давности показала, что вот эта эскалация, она показывает, что те декларируемые Соединенными Штатами цели, вот это стремление к правам человека, к демократии, вот реальными методами, которыми действует Соединенный Штат Америки, не только не достигается, она достигается совершенно в другие цели. Сейчас в другой республике, в Таджикистане, тоже достаточно бедное государство, при помощи американцев, при помощи других, кстати говоря, стран. Тут очень правильно было замечено, что вот нынешний феномен на Арабской весне связан еще и с тем, что произошел такой удивительный тандем, когда в одном направлении действовали такие рафинированные прозападные силы и консервативные режимы государства Персидского залива, прежде всего Катар и Саудовская Аравия. Искусственно вносятся в Таджикистан расколы, которые потенциально существуют в этой стране. Одни из видных деятелей исламского движения, скажем, Тураджан Зада, был в прошлом году обвинен в склонности к шиизму. Ему даже запретили осуществлять соответствующие бедослужения в мечети. Обвинения были связаны с тем, что он якобы празднует праздники Ашура, это поминальные праздники распространенного шиитов по трагическим смертям потомков пророка, иманов Хасана и Хусейна. На самом деле этого не было, но это очень симптоматично, что кто-то подбрасывает внутрь страны вот эту спичку, способную решить сразу несколько задач. Во-первых, вы, наверное, прекрасно знаете о том, что Таджикистан – это единственная из стран Сентуальной Азии, которая в своем национальном отношении имеет связи с Ираном. Лишить дополнительный Иран каких-то, может быть, не самых важных, возможностей опираться, пусть даже не на военную, а на политическую поддержку во внешнем мире, разжечь вот этот новый конфликт. Это тоже одна из целей того, что сейчас происходит. Очень симптоматично, что именно в прошлом году произошли знаковые события, на мой взгляд, очень связанные с Арабской весной, самым крупным и самым крупным по территории, и самым удачливым из всех пяти посолевских государств – Казахстане. В Казахстане произошел ряд террористических актов. В декабре произошли события в Женозене, когда социальные выступления очевидно были поддержаны и действиями политических противников Назарбаева, находящихся в эмиграции, именно западных государствах. То есть начали прощупывать даже страны, которые имеют ресурсы, и финансовые, и все прочие, на их прочность. И, наверное, не случайно, удар был направлен именно в тот год, когда казахстанский лидер солидаризировался с российскими планами перейти на новую степень интеграции между тремя государствами и создать Евразийский экономический союз. То есть, на самом деле, удар против Центральной Азии – это одновременно удар и по интересам России, по ее стремлению восстановить свое влияние, восстановить свое положение на высшем постсоветском пространстве. И в более широком смысле, повторяю, это попытка создать некую зону нестабильности, а, соответственно, и положить конец надеждам России создать некий многополюсный мир путем установления контактов тоже с мощными развивающимися и в политическом, и в экономическом отношении государствами, такими как Индия и Китай. Все это говорит о том, что надо нам очень хорошо присматриваться к тому, что происходит в арабском мире. Цинизм американцев, он известен. В прошлое воскресенье прошли выборы в Туркменистане, 97% голосов набрал Гурман Булы, Олег Гулиевич. В Соединенных Штатах Америки особой критики нет. Больше того, идут активные попытки вытеснить окончательно Россию из контрактов, связанных с углеводородными ресурсами Туркменистана. Кстати, одной из причин и трагических последствий даже того, что произошло в связи с событиями арабского веста, это пренебрежение нормами международного права. Международное право фактически ломает об коленку. И не случайно в прошлом году представителями Еврокомиссии, политического объединения, которое солидаризируется в той политике, которая проводится на постсоветской пространстве замыслом американцев, был сделан откровенный, такой циничный выпад уже против наших российских национальных интересов. Было заявлено, что Европейские союзы в виде Еврокомиссии активно поддерживают планы строительства транскаспийского газопровода по дыну Каспийского моря с территории Туркменистана, на Азербайджан и далее в Европу. Вот в правовом отношении это вмешательство во внутренние дела при Каспийских государствах. В той форме, которая выгодна Соединенным Штатам Америки. Если наша дипломатия смолчит, как она молчала в 90-е годы по тем процессам, которые происходят на Каспии, то это только прибавит уверенности странам Запада, что им можно проводить, что Россия уже ослабела настолько, что она и этот вариант откровенного удара против ее национальных интересов стерпит. Я все это говорю к тому, что ситуация достаточно сложная и, я бы сказал, тревожная. Мы в результате событий арабских весты, я имею в виду Россию, надо это признать, в значительной степени утратили свое влияние в арабском мире, а наши геополитические противники консолидируются. Причем консолидируются, повторяю, не только на основе вот этих вот западных ценностей. Происходит удивительный совершенно альянс. Удивительный альянс. Альянсы радикальных исламистских режимов и альянсы рафинированных западных либералов-демократов. Вот как бороться с этими альянсами? Это задача в том числе и нас с вами, и нашего института, и нынешняя наша встреча как раз и происходит в Петербурге, потому что это один из интеллектуальных центров России, и нам бы хотелось, что называется, подпитаться вашими идеями, для того, чтобы их как-то обобщить и, может быть, предложить руководству России те выходы, которые, возможно, мы в Москве, сидя, не всегда видим. Спасибо.